И здравствуйте и добро пожаловать в очередной эпизод прохождения игры Nether Winter Nights, на этот раз мы в процессе прокачки уровня, который у меня сейчас составляет только цифру 14 Отправляемся вперед, но уже в другую часть территории, пока что я не изничтожил того дракона под названием, под именем Cloud Но этим мы займемся позже, а пока что посмотрим, что происходит здесь, потому что здесь в прошлый раз у нас тоже были достаточно крупные проблемы Но по крайней мере один из этих товарищей в доходяжном состоянии, поэтому может быть я успею его завалить до того, как он сделает аналогичное Посмотрим, эти ребята довольно агрессивные и мне нужно будет по побочному квесту разобраться, что же черт возьми случилось, почему они переметнулись на другую сторону Так, теперь уже несколько получше, но мне нужно помочь Лину, как видите я некоторые из них купил Возможно мне они помогут, ага Я думаю будет лучше немного отступить в избежание, хотя Посмотрим Залимым углевом, хочу еще вернемся, у меня шансов немножко побольше Вот так И теперь разберемся с ним и пойдем подальше Не помню, уже было это довольно давно Смотрел я на эти трупы Ну что ж, здесь еще один товарищ, да? Лучника Так что его будет немножко полегче Изничтожить, поскольку он тоже будет стрелять из лука Ну я так рассчитываю, когда он начнет стрелять из лука А пока что мы его просто изничтожаем, поскольку его, видимо, интеллект еще не среагировал на мое предупреждение По какой-то невидимой мне причине Хотя, по-моему, сигнал в виде летящей и попадающей, главное, в тебя стрелы Это достаточно такой определенный сигнал Недружественный Но, тем не менее Да Это было довольно странно Но зато здесь сумка-то хорошая А у меня таких уже две штуки Они, я бы даже сказал, супер хорошие Потому что минус 100 содержимого Ширение не только размера инвентаря, но и веса Поскольку у нас-то с количеством слотов нет проблем Как видите, вкладок хватает Целых шесть штук Но вот вес, конечно же, ограничен Это мы все взбираем Зелье хорошее Как вы видите Задубевшие кожи Бличие силы Все такое прочее Это ерунда А это Золото И последний Да, труп Это Кама Который я вряд ли буду пользоваться Но мы ее позже продадим Сразу сейчас я возвращаться не стану Поскольку мы только-только выбрались И у меня несколько другие планы Ага Медведь Даже не один медведь А давайте мы что-нибудь такое сделаем Я, кстати, хочу потратить свои зелья Поскольку у меня есть артефакт Возобновляемый Что гораздо более дешевое дело Ладно Давайте руку пашную Не уверен, насколько это будет эффективно Но, да Ловят они неплохо, брон Посмотрим, насколько сильно они бьются сами Спасибо, Лина Я думаю, нужно сначала Перенести фокус Поскольку Я-то с Медведем Справляюсь хорошо Но вот У нее Могут быть определенные проблемы Поэтому Приоритеты Должны быть Несколько другие О, а вот Теперь мы пойдем дальше Медведей было несколько больше, чем я изначально их заметил А в таком маленьком углу Того товарища они, по всей видимости, загрызли На смерть Вполне себе И сами-то Медведи ничего особо не имеют Но Может быть А Это тоже неплохо В плане запаса зелий В плане запаса зелий И здесь у нас только немного золота Золото мы видим ни к чему Поэтому они его, собственно, и оставили А мы тут немножко прошвырнемся Мало ли чего бывает в заколуках Тем не менее Мы идем вперед И вот Есть вот эти вот ребята С которыми я тоже хотел разобраться Я с ними разбился Дальше там есть один труп В котором может быть что-нибудь Все стрелки Это ж надо И я думаю Мне лучше будет Ручнее с ними разобраться Поскольку Вплотную, когда стреляешь На тебя налагается штраф А это значит, что их удары будут ныне эффективными Поскольку мозгов у них не хватает Чтобы переключиться на альтернативное оружие Ближнего боя Может быть просто у них его нет на монетаре Кто знает Что у них моделька Кстати, спасибо Лину Она действует эффективно И максимальная эффективность Именно в таком раскладе Когда она находится вне досягаемости от врага И творится у заклинания К несчастью Когда мы бегаем по пещеркам в коридорчиках Не всегда есть такая возможность И банально места не хватает Так, здесь у нас не выпадает Нет, все-таки одна сумка есть С маленьким камушком Который вряд ли такой же дорогой Но, полагаю Всего на несколько монет лучше, чем ничего Так Перд смерти Это, конечно, хорошее заклинание Но, к несчастью, я классом не вышел Так что мы его продадим А так, да Не зря спустился Ну и больше здесь, в принципе, ничего нет Поэтому мы идем на Перд То есть дальше Вот Очередной На этот раз лесистый закололок Да Фортал карт Пробираемся мы между деревьев Судя по всему Здесь уже территория более обширная Но перед тем, как куда-то идти Мне, наверное, хотелось бы Ага На этом участке отдых запрещен Поэтому мы вернемся назад Передохнем здесь И потом уже Вот Примерно таким образом Кстати, неплохой момент, чтобы сохраниться Конечно, не на автосейв На что-нибудь более постоянное И я вижу товарищ С кем можно поговорить Мы аккуратненько Озираемся Узан вон Итак, чем могу служить? Ну, например, ты можешь сказать, что Черт возьми происходит Ганмир мертв И остальные скоро последуют за ним Ну, во-первых, нужна ли вам помощь? Ага Ага И что вы здесь делаете Или делали До этого момента Ранены во время битвы за форт Понятно По-кому Они снова вернулись и сражались И, похоже, не очень эффективно Этот труп Это труп Да, похоже на то Спросим про форт Форт о карте Как раз то место, которое нам и требуется Ну, похоже он ничего больше сказать не может До свидания До свидания Своего товарища он бросил Просто книга Пусть она останется у него Мне надо переключиться на что-нибудь дистанционное Так, на всякий случай, понимаете ли Эти ребята, похоже, нам не то чтобы угрожают По крайней мере В настоящем О, здесь еще и взрывы происходят Это ж надо Давайте поговорим Приветствую вас Она работает на Арина Генда и Союз Лордов Ну, Союз Лордов мне никогда не нравился, но По крайней мере Тут еще и Арина Ген припахан Так что мы будем как-то с ними иметь дело, да Подмога Подмога Ну, я уж не знаю, насколько будет Подмога из меня эффективная Мы тут всего двое, понимаете ли Но посмотрим Да, нужно попытаться увертываться от взрывов Возможно они здесь не только декоративные Поговорить с командиром Дмасом Строение в северо-восточном углу Хорошо Договорились В северо-восточном углу Это где? Это вон там Нет Вот здесь Да, у нас форт на юге, поэтому мы Наверное направляемся прямо сюда Так Но до того, как мы это сделаем Нам нужно помочь Готовься принять смерть Вот-вот этим ребятам Может быть как-то так Игну им поможет тоже Это хорошо А теперь приступим к вот этим ребятам Вперед Так будет гораздо проще Поэтому мои кулаки не понадобятся Но понадобятся вот этому Возможно Возможно и нет Они ребята живы Не то чтобы я мог им не помочь Но по крайней мере пока что Они относительно целы Что уже согласитесь Среди таких вот взрывов большой плюс Это мы возьмем за компанию Сюда я уже ходил Так что нам на очереди Вот это здание В двух ключах Имеет смысл проверить все Поскольку можно найти что-нибудь такое Этакое поселенцы Там вам будет гораздо проще Экель Он не совсем тот кто нам нужен Но раз есть имя у этого человека Или не совсем человека То возможно есть и квест Похоже здесь не все Одна масса в восторге Таким образом Каким образом? Скопил денег чтобы купить Хозяйство в деревне И вдруг Бабах Забрали в армию Ну да так бывает У нас тут знаете ли война Тут В общем никуда не денешься Поскольку она тебя настигнет В любом случае И лучше бы как-нибудь Ее отодвинуть раньше Пока ваше дорогое королество не пало И например что я могу сделать? А куда ее нужно доставить? Собственно говоря В колодец? А куда ее нужно доставить? Собственно говоря Окей Давайте посмотрим Историю мы пока не будем трогать Доставить записку Которая находится в усадьбе на западе От форта Понятно Я буду иметь ввиду Признаться Это не совсем то Что я называю Северо-востоком Восток же Поправьте Если я ошибаюсь Вот здесь находится А это скорее Где-то Центр карты Я бы даже сказал А если применительно К этому форту Так это вообще Северо-запад По крайней мере мы это Дело нашли И поэтому отправимся Посмотрим Эй Это личные покои командира Я не желаю Чтобы здесь шарахались Всякие солдафоны Ох Простите Мне показалось Что это один из солдат Ахаза Товарищ Действительно Несколько Пренуциозен Но посмотрим Я бы не сказал Что командир дамас Человек лишенный Так, хорошо. Изничтожить все это дело, или, по крайней мере, часть этого дела. Их шесть штук. Хорошо, это не может не радовать. И ряды эти мы попробуем прорядить. Так, так, так. У нас, да, это я уже говорил. Животных. Так, да, еще один товарищ со сдвинутыми, я бы сказал, со сдвинутой системой ценностей. Причина всегда есть, какой бы она ни была. Если мы ее не видим и отрицаем, то мы не понимаем, как это прекратить. А грубая сила не всегда помогает, знаете ли. Так, и про солдат немножко. Тебе бы больше помогло, если бы у тебя было больше профессионалов, на которых можно было костяк армии построить. Но, похоже, выбирать не приходится. Это больше на ополчение смахивает. Ну ладно, я думаю, мне можно идти. И я в настоящий момент могу, в принципе, сделать только одно, а именно изничтожить эти самые катапульты вокруг, да? Где-то здесь. Ага, вот они находятся. Именно что вокруг. А потом мы, наверное, отнесем где-то здесь, к западу. То есть, в этом районе, наверное, находится жена того большего фермера. Посмотрим. Возможно, нам поможет эти лучники. Немножко. По крайней мере, отвлекут на себя внимание вот этих вот ребят. Как вы видите, я нащупал некоторое... Да, некоторый путь здесь, который я сразу как-то упустил. И пока что мне нужно помочь Лива, наверное. А вот таким образом, после чего мы продолжим избедение этих дорогих ребят. Так, сколько их осталось? Нажимать пока трупы прекратятся. А я, тем временем, выклюзивился. Ух, какие дела плохие. Похоже на... Да, Лину я не удержу в живых. Но, возможно, я смог бы удержаться сам. Может быть, если повезет. Так, у нас тут смертельное ранение этого товарища. Поэтому мы его первым кайдокаем. Ну что ж, посмотрим, теперь после того, как я вновь перезаправился сходил за Лину. Ага, да. Всего лишь нужно изничтожить вокруг имеющуюся защиту. После чего мы ее нажимаем, и она рассыпается в прах. Как будто мой палец прямо-таки сделан. Я уже даже не знаю, из чего. А здесь есть трое ребят поблизости. И целых два сооружения. Катапульта и баллиста. Что ж, давайте приступим. Мне нравится больше такой расклад. Конечно, я бы мог тоже пострелять из чего-нибудь. Благо, у меня есть хороший арбовед. Но это означает, что они зацикливаются не на мне, а на Лину. Это очень-очень плохо. Поскольку Лину гораздо эффективнее, когда у нее нет прямого контакта, ближнего контакта с врагами. Твоя смерть ради высшего блага. Поскольку ее выживаемость на протяжении 75 предыдущих эпизодов не могли сами видеть много-много-много раз. Тем не менее, я преимущественно 99% времени хожу именно с ней. Просто потому что, да, сентиментарные соображения. Так, похоже, теперь мы можем заняться этим. И вот этим. А теперь мы проходим сюда и попытаемся все-таки отвлечь на себя, да? Жаль, что здесь нельзя отдыхать. Поскольку, ну, зелит, конечно, у меня есть даже, может быть, в некотором излишке. Но Лину же не может восстановить свои заклинания без отдыха. А это плохо. Довольно-таки отвратительно. Но продвигаемся мы несколько лучше, чем я изначально полагал. Так что... Это тоже неплохой вариант. Похоже, что будем дальше. Сейчас ты что? Пардон, я не расслышал. Да что ты, блин, говоришь. Кто у нас там его охраняет? А то я так не заметил. Я буду биться. Может, у нас этот товарищ. И этот. Отвечает сразу за, так сказать, два сооружения. Какой производитель, да? Ну, как сказать. Почти мёрз, но... У меня мёртвое состояние, когда оно не меня, мёртвое, тоже очень даже устраивает. Жаль, конечно, что с этими ребятами... Жаль, что с ребятами нельзя договориться по-хорошему на данном этапе. Но у нас тут подошли, да, командиры. Средний. Понятно. Младший вождь. То есть проблем с ним будет больше, но не настолько критически больше, чтобы он составил, так скажем, серьёзное соперничество. Ух, это довольно паршиво. Ладно. Посмотрим, как у меня самого получится. Ещё раз, может быть, громах. Так, мне нужно подкрепиться. И ещё раз. И ещё раз удар. Он уже почти мёртв, правда, я тоже на грани балансирую. Так, ещё один удар, ещё одно зелье. Дорогое удовольствие, но не хочу просто возвращаться. Давайте доделаем работу сразу. Таким, вот, позиционной борьбой, как вы видите. Всё чётко разграничено циклами атак. И... Да. Атак и парирований. Так что всё это в значительной степени даже не от скилла зависит. О, да, всё это зависит исключительно от наших всяких параметров, способностей и всего такого прочего. Конечно, некоторые скиллы требуются науки, но не так, как говорится. Я буду биться, пока один из нас не падёт. Давайте-ка мы её немножко приведим. Так. Берсерк, наверное, сначала этого. Орки вообще не то, чтобы очень сильные, но здесь целая группа, там уже разных классов. Вон там у нас шаман. С одной стороны, он действительно говорит, что неплохо бы его завалить. А с другой стороны, его завалила Рина, ну и кроме того, меня вы наваляете, ребята. Рина, ты меня тоже волнуешь, чтобы они не оприходовали вину, пока я тут с шаманами вожусь. Вот, собственно говоря, и всё. А что касается орков, то они оставили после себя несколько монет. И что ещё? Вообще какую-нибудь монетку. Нет, целых две монетки. Это гораздо лучше, примерно в два раза. Правда, общая ценность не то, чтобы особенно велика. А мы тут переходим вокруг, и тоже здесь есть приличное количество всяких отмороженных лиц с сомнительной наружности. Приветствую. Ну, а теперь я могу доложить этому товарищу, командиру, о том, что катапульт, конечно же, уничтожен. Это, в общем-то, хорошие новости, не такие уж прекрасные, потому что всё ещё орда этих засранцев. В общем-то, наступает, и они перебивают вашу стражу. Да, на подходе к форту довольно-таки эффективно. Но награда это хорошее дело. Пятьсот золотых это не то, чтобы очень уж много. Честно говоря. Хм. И какая же работа. Арнеса. Да, я, кстати, уже её вот буквально в кармашке практически несу, да. Так что посмотрим, какая цена этой головы будет. Накап её перед воротами. Как цивилизована. Ну что же, посмотрим. А мне ты отвратителен с твоими манерами. Так что, знаешь, у нас взаимная неприязнь. Вождь городов лося, видимо, племени окопался в старом форте на западе отсюда. И вылезает уже вторую неделю. Посмотрим, что я могу сделать по этому поводу. Пока что я пойду дальше. Платье здесь довольно-таки паршиво. Но, по крайней мере, я подобрал ключ. Я не знаю, понадобится ли он мне с одного из стражников, которые были убиты в процессе. Через те ворота, которые я раньше входил. И сейчас мы, наверное, отправимся в заключение нашей небольшой истории к тем самым северным фермам, потому что нужно бы отнести небольшую записочку, которую я обещал доставить. Ага, гонец. И какой же у него письмецово, позвольте прочитать? Примечательным почерком. Некая Матильда. Утешит себя. Направит проверить отчеты о странных руинах. А, тех руинах на юго-востоке. Ну, последние два патруля, отправленные туда, напали дикари. Понятно. Значит, у меня есть серьезные сомнения в том, что жена того товарища, который просил записку передать, вот эту, по-моему, записку, она вполне может быть либо захвачена, либо мертва. Усадьба теперь небезопасна. Понятно. Ну что ж, это какая-то информация. Значит, доставка будет не такой уж простой, а значит, что она отправится в следующий эпизод, по всей видимости, может быть. Испуганные торговцы. Могу ли я до них быстро добраться? Интересный вопрос. Здесь такие вот ущелья вокруг. Ага, да. Давайте поговорим напоследок. Здравствуйте, ребята. Вы тут алкоголь у тебя утешаете, судя по виканию. Слышали боевые плечи и смогли убежать. Прежде чем их нашли. Ну, понятно, что. Полоски все растащены. В смысле товаров. Ну, по крайней мере, они живы. Пока что. Ну, давай. Я буду биться. Я жду. Поговорить не попробую. Поговорить не получилось. К несчастью. Несомненно, не узнаю. Но, может быть, не в этот раз. Пока что давайте возьмем зелье. Простенько. И этих ребят, которые как-то слишком резвые, по-моему. Мы попробуем напоследок утихомырить. Ну, а пока, если вам понравился эпизод, то можете, конечно, им поделиться в соцсетях. Можете нажать на кнопку «Нравится». Если есть предложения, советы всяческие и комментарии по поводу этого выпуска и серии игр в целом, то секция комментариев всегда открыта. И увидимся мы с вами в следующий раз на следующей неделе. Это я заберу. Она может пригодиться. Может, куда-нибудь сюда положу пока что. И до встречи в следующий раз. Продолжение следует...